Вопрос после прямого эфира задали. Что это такое про мужчину, когда женщина хочет что-то с ним обсудить, прояснить, а он разворачиваться и уходит, или говорит, что не хочу тебя слушать. Но здесь, как всегда, много аспектов, поэтому ролик чуть подлиннее будет, чем простой ответ. Чаще всего это две истории. Первая история, это то, что мужчина, он как бы не выдерживает чувств, эмоций, накала, когда женщина говорит обсудить, ей кажется, что она по делу только, а на самом деле у нее присутствует в этом чувство. Ну, то есть раздражение, злость, разочарование, ну, то есть она каких-то реакций хочет от мужчины, да, то есть мужчины, они внутри, когда у женщины вот эмоционально поднятый какой-то фон такой, это им напоминает мамульку ихнюю из детства. И вот это прояснение ему, как будто вот сейчас мама что-то будет от него требовать, что-то будет хотеть, и здесь важно женщине, если она вот с ним обсуждает, ну, то есть внутри подходить, просить энергии, да, что как бы нет, там чувства не будет, это будет какое-то спокойное обсуждение, насколько это возможно, да, то есть не играть ему роль мамы вот в этом отношении, да, то есть вторая вещь здесь, важная вещь. Для того, чтобы обсудить, и он разворачивается и уходит, вообще хорошо мужчину предупреждать, говорит, слушай, у меня там есть разговор, он про это, про это, да, то есть я к тебе буду благодарен, если мы с тобой это обсудим, когда у тебя будет там возможность поговорить, давай поговорим. Ну, пробовать, я понимаю, сейчас большинство женщин скажет, ну, слушай, ну, Андрей, ну, я ему говорю, что давай с тобой поговорим, ну, человек там сливается и там как-то, ну, там, не делает. Ну, на это тоже есть, как бы, условно говоря, там, технология, да, то есть внутри ему подходить и говорить, слушай, ну, вот я тебя просил поговорить, да, но все-таки мы с тобой в отношениях, вот, и, ну, вот разговоры, я обещаю, мозг я выносить там не буду, да, то есть, ну, важный мне разговор, все-таки, да, я понимаю, что там ты там сливаешься, да, что там неинтересно тебе, да, ну, с этого разговора, вот, но мне он важен. Если все-таки ты время найдешь, то поговорим там, да, то есть, я вот хочу, чтобы это вот, ну, тогда, когда ты будешь, ну, там, считать нужным. Ну, и вот напоминать, да, то есть, все-таки это про отношения, это вам важно, да, то есть, в каком-то смысле, опять-таки, просто вот, ну, пробуйте снова и снова, ну, вот, не про это сейчас ролик. Вот, другая реакция, просто это мужчина, скорее всего, вы же хотите говорить про какую-то конкретную вещь, вы хотите добиться какого-то некоторого результата, вот, И есть вероятность, что когда мужчина отворачивается, уходит и говорит, не хочу об этом говорить, он не говорить не хочет, он, скорее всего, не хочет делать то, что последует за разговором, потому что в этом разговоре, ну, скорее всего, придется принять какое-то решение, что-то сделать, как-то среагировать. Он сливается с чего? С принятия решения. Дело вообще не в разговоре, да, а дело в том, что он либо скажет нет, и таким образом он нарывается на то, что я вот, там, не знаю, там, не буду делать то, что тебе важно, вообще не буду на это смотреть, то есть, в каком-то смысле ему придется прямо вот открытым текстом сказать, да вообще отвали от меня, я вот не буду ничего в наших отношениях для тебя делать. То есть, это открыть карту. А так вот, ну, психика, она устроена, да, так вот, я, например, что-то вот, ну, как с делами, например, я что-то откладываю, прокрастинирую, что-то не делаю, на меня начальник ругается, ты что не делаешь, а мне, например, страшно, если я сделаю, сделаю какое-нибудь дерьмо, и всем станет понятно, что я сделаю дерьмо. А так я ничего не делаю, меня ругают за то, что я ленивый, за то, что я не выполняю каких-то обязательств, да, то есть, меня ругают за то, что, ну, вот, я там, не знаю, там, отсрочиваю, не хочу приступать, это одно ругание. А другое дело, тебя ругают за то, что там руки и задницы растут, что ни на что не способен, ничего не, там, плохой работник. То есть, тогда меня говорят, ну, ты вот, там, откладываешь, вот, если бы я захотел, там, формула, если бы я захотел, то я бы сделал. А здесь начальству станет очевидно, что даже если ты захочешь, то сделать не сможешь, потому что ты плохой работник. То же самое здесь в отношениях. Он как бы уходит, что, типа, если вы до него достучитесь, если как-то донесете, то, типа, еще он может и сделать, что он в отношениях хороший муж, там, да, хороший мужчина, он как-то вот вообще, вообще с ним можно быть в какой-то коммуникации, в каких-то отношениях. У вас же нет оснований ему не верить, да, то есть, он же еще не сказал, что мне на тебя плевать. Вот, вторая, вторая, ну, обратная сторона этого, то, что он, если он скажет да, он скажет да, я это сделаю, да, давай с тобой договоримся, вот, я на это согласен, да, давай это, ему же придется это делать. Ну, о чем вы его просите, я просто не знаю, вопрос там задали после прямого эфира. Ну, я же не знаю, да, о чем шел разговор, но, скорее всего, моя версия, да, что здесь что-то такое, что мужчине нужно будет оторвать его задницу, каким-то образом, ну, проявить какую-то активность. Ну, там, не знаю, ну, там, не знаю, денег давать в семью, там, не знаю, гвоздь забить, там, изменить, там, сексуальную жизнь изменить, там, да, перестать, ну, не знаю, перестать на вас, там, не знаю, там, орать, там, ну, то есть, агрессировать, перестать обесценивать. сценивать, не знаю, вместе поехать, решить там, ну, знаешь, где мы там будем отдыхать. Ну, все равно это какое-то решение, да, и таким образом он сливается, ну, и, соответственно, чтобы не делать то, что, ну, там, вот вам важно, вот. Ну, и третья вещь там такая может быть. Это может быть привычное, это никак не улучшит вашу ситуацию, это может быть привычная реакция, опять-таки, повторюсь, с его мамой, да, ну, то есть он просто от любых разговоров, от любых прояснений, от любых выяснений он просто научился не слушать, уходить, исчезать, ну, то есть для него просто вообще коммуникация с женщинами про что угодно, где это ни от него зависит, ни его решение, а нужно вообще что-то обсуждать, она может быть, ну, там, некомфортна. Ну, и здесь, не знаю, хотелось бы верить, что это не ваш случай, но, может быть, тоже не самый приятный момент, что может оказаться, что это просто такая своеобразная, ну, там, месть или желание сделать вам больно, не слушать, вы что-то говорите, он на вас обижен, ну, может, не на вас там, а вообще на всех женщин мира там обижен, да, и каким-то образом, не делая, не идя на разговоры, он просто, ну, такая маленькая, такой маленький садизм такой, или большой садизм, тебе надо, а я не делаю, я вижу, что ты там мучаешь, что ты истеришь, ну, вот, какой-то он может получать такое, микросадистическое удовольствие, что вам больно, а ему в этот момент хорошо ушел. Но это, конечно, не в сознании чаще всего делается, в бессознательном. Вот, поэтому здесь, ну, важно смотреть, ну, пробовать, да, то есть в каком смысле пробовать, вот, выяснять, да, то есть почему попробуй сказать, вот ты со мной не разговариваешь, не делаешь, а что будет? В чем риск? В чем риск, если ты со мной поговоришь? Смотрите, не то, что ты сделаешь, в чем риск, если у нас разговор случится, да, А что произойдет? Дальше вы говорите, ну смотри, ну вот ты В прошлом месяце слился, в этом месяце Можешь хотя бы мне объяснить, почему у нас Этот разговор, вот он не происходит Ну а дальше в зависимости от ответа Вы смотрите, как и что предпринимать Ну вот с вами был Вишняков Андрей Надеюсь полезно, как-то я вам Эту тему шире рассветил, я понятно Не решил вашу задачу, но может быть Отсюда вы какие-то корни Там вырастут и что-то найдете Вот, если что-то еще Ну в комментариях, там можете спросить Уточнить с удовольствием для вас Вот, нахожусь в самоизоляции С вами Вишняков Андрей, психолог Вот, и в самоизоляции отвечаю на ваши вопросы Спасибо, что меня смотрите